Это Русский Космос и с вами ведущий программы Фёдор Юрчихин. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Игорь Георгиевич Митрофанов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института космических исследований Российской Академии Наук. Марс — загадочная планета. Марс будоражит умы не только фантастов, а ещё и учёных. Почему такой интерес к этой планете? Если посмотреть на нашу Вселенную, на нашу галактику, на нашу Солнечную систему, то Марс — это, я думаю, одна из наиболее интересных точек наших исследований в космосе. Потому что Марс — это не только изучение космоса, наподобие изучения квазаров, пульсаров, далёких галактик, а это также тот космический плацдарм, который, в принципе, когда-то может оказаться нашей средой обитания, тем вторым местом в Солнечной системе, куда человечество выйдет из колыбели, как это предсказал Циолковский. Я думаю, что вот, наверное, в этом смысле Марс так интересен. А откуда у учёных вот эта вот уверенность, что именно Марс будет новым пристанищем будущих поколений землян? Я бы так сказал, что он не будет обязательно новым пристанищем, но он один из кандидатов. Это одно из тех направлений, где мы можем ожидать, что через 500 тысяч лет может существовать постоянная колония землян. И причина заключается в том, что природные условия на Марсе, они в некотором смысле являются экстремальным случаем природных условий на Земле. Внешний Марс мало похож на пристанища землян. Поверхность Красной планеты кажется безжизненной. Зимней ночью температура здесь опускается до минус 140 градусов. Давление на поверхности Марса в 160 раз меньше земного. Атмосфера здесь на 95% состоит из ядовитого углекислого газа. Магнитное поле в 500 раз слабее земного, а значит и в 500 раз слабее защита от космической радиации. Но, по словам ученых, другие планеты Солнечной системы для жизни непригодны совсем. Недавно директор Института космических исследований, академик Лев Зеленый, заявил, что один из приоритетов нашей космонавтики — освоение Красной планеты. Если бы вся вода, они оценили запасы воды, с помощью радарного зондирования растаяла, то Марс бы покрылся таком слоем воды толщиной нескольких метров. То есть на Марсе есть вода. Это сейчас уже точно установлено, но и в отличие от Венеры, где вся эта вода испарилась, на Марсе она вся замерзла. Планеты Солнечной системы В объективе можно полетать по орбите вокруг Венеры. Может быть, когда-нибудь захотят слетать к Меркурию. Это тоже, на самом деле, достаточно сложная проблема. Но вот создать постоянное присутствие позволяет только, с моей точки зрения, только природная среда на Марсе, потому что мы понимаем сейчас, что на Марсе есть вода. Причем мы понимаем, что воды там достаточно много. Зрители, которые далеки от космоса, знают, что и небольшое количество кислорода есть на Марсе. Понимаете, на самом деле, кислорода там очень много, потому что у Марса атмосфера из углекислого газа, а это СО2, то есть там два кислорода на каждую молекулу углерода, а в смысле воды, так там, так сказать, на две молекулы водорода тоже есть молекулы кислорода. Ну да, Венера в этом плане отстает, потому что там только СО2, а воды не может быть. Вот, и все знают, может быть, кто-то помнит еще из школьного курса химии, что сделать воду, сделать кислород и водород из воды, это вообще, так сказать, достаточно простой опыт. Мы знаем, что сейчас на Марсе много воды, мы знаем, что там, в принципе, крайние условия природной среды, похожие на Землю, и можно представить себе, что за несколько сотен лет марсианская природная среда может быть преобразована достаточно в том направлении, чтобы там уже могла существовать постоянная жизнь, если, кстати сказать, ее там сейчас нет. Вот вопрос тогда сразу же. Зачем нашим ученым знать об этом? Что может принести, если вдруг ученый обнаружит действительно какую-то зачаточную жизнь на Марсе? Что будет, если мы начнем изучать марсианскую бактерию? Какую информацию для себя полезную мы принесем? Вопрос немножко даже шире. Я думаю, что это очень интересно даже не только ученым, а просто людям, которые хотят знать, в каком мире они живут, откуда они и куда, так сказать, они вместе со всей земной цивилизацией идут. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дня. В 1976 году с американского космического аппарата «Викинг-1» были получены сенсационные снимки с изображением, похожим на человеческую голову. Позднее на Красной планете были найдены так называемые пирамиды и другие необычные образования. Возникла гипотеза, что это следы погибшей миллионы лет назад цивилизации. Однако ученые настроены скептически. Скандальные снимки марсианской поверхности — лишь игра света и тени на скалах. Марс и сегодня будоражит умы. Не так давно появилось сообщение, что на его поверхности обнаружена дверь. Объяснить происхождение этого необычного горного образования исследователи пока затрудняются. По их мнению, искать на Марсе братьев по разуму — удел фантастов. Но, возможно, земные бактерии, побывав на Красной планете, ответят на спорный вопрос. Так есть ли жизнь на Марсе? Мы не понимаем, откуда взялась жизнь на Земле. Что произошло такое на Земле, что образовалось... Неужели с Марса? Образовалась вначале примитивная жизнь. Это тайна номер один. Я хочу сказать, что эта жизнь потом начала развиваться. Это тайна номер два. И, наконец, эта жизнь развивалась до такой степени, что появилась разумная, или мы надеемся, что разумная жизнь — это тайна номер три. Природная среда на раннем Марсе была практически такой же, как в то же самое время ранняя среда на Земле. Достоверно установлено, что на этой ранней Земле уже зародилась примитивная жизнь. Потом на Марсе произошла страшная катастрофа. Он потерял вот те, так сказать, благоприятные условия инкубатора, в которых, в аналогичных на Земле условиях, образовалась современная жизнь. Так вот, возникает вопрос, а на Марсе, вот в таком же инкубаторе, на раннем Марсе, жизнь образовалась или нет? Если она образовалась, это страшно интересно понять, как она походит на нашу и как она отличается от нашей. Наша жизнь построена по вполне определенным биохимическим, биофизическим законам. И вообще говоря, там были всякие возможности выбора. Там правая спиральность, левая спиральность, такие ДНК, другие ДНК. Страшно интересно посмотреть вот эту альтернативно возможную форму жизни на Марсе. И таким образом, может быть, понять вообще происхождение жизни во Вселенной. Убедили меня, Марс интересен. А вот какие основные задачи изучения этой планеты сейчас стоят перед учеными? Я думаю, что есть два стратегических вопроса, которые, безусловно, нужно понять в первую очередь. Признаки существования на раннем Марсе примитивной жизни. Безусловно, на Марсе нет такой великолепной, богатой биосферы, как на Земле. Но существование оазисов в каких-то подземных условиях, когда геотермальные, плюс вода, плюс какие-то специальные условия. Жизнь еще может существовать, зародившись вот тогда, вот в этих ранних условиях. Метан как один из признаков. И метан как один из признаков. И это обсуждается совершенно серьезно на научных конференциях. Но есть альтернативы и не биологического происхождения. Поэтому это все надо проверять. И, конечно, жизнь на Марсе, вот этот сакраментальный вопрос из карнавальной ночи, он, безусловно, должен быть решен. Я надеюсь, что в этом столетии этот вопрос будет решен. Второй вопрос. Эволюция Марса. Что случилось с той ранней, вполне такой веселой, хорошей планетой, по поверхности которой текли реки, там были озера, там была толстая атмосфера, и там было магнитное поле. Что же с этой планетой такое случилось, что сейчас она, в общем-то, печальный ландшафт имеет. Мы живем тоже на планете. У нашей планеты тоже, вообще говоря, все пока очень в порядке. Но понимать, в принципе... В некоторых местах. В некоторых местах, да. Есть еще благоприятные районы, благоприятные среды обитания. Но я хочу сказать, что все-таки пока что у нас есть такое ощущение, что если испортим, то сами. А вот что произошло с Марсом, что такое глобальное случилось, что он и магнитное поле потерял, и практически атмосферу потерял, и вода вся ушла под поверхность. Сейчас вода на Марсе — это вечная мерзлота. Изучение Марса. Вот, к сожалению, недавно ушедший от нас патриарх отечественной космонавтики, да и мировой Борис Евсеевич Черток, полагал, что не стоит вкладывать в пилотируемую программу Марса миллиарды и миллиарды. Как человек пилотируемой космонавтики, для меня это очень важный вопрос. Я думаю, что Черток не сомневался в том, что человечество, включая российскую часть человечества, будет в дальнем космосе. Именно человечество, именно люди. И это стратегическая цель. Там можно принимать решение, что в начале Луна, Марс, может быть Венера. Но мы должны там быть, на передовых рубежах развития, распространения цивилизации в космическую среду. Прогноз Циолковского о расселении человечества по Солнечной системе исполнится частично. Академик Черток был уверен, у России ныне другие, более важные задачи, чем колонизация Луны. Главный в списке освоения Солнечной системы — Марс. Патриарх отечественной космонавтики полагал, сотни миллиардов не стоит вкладывать в пилотируемую марсианскую программу. На все вопросы смогут ответить роботы. До конца века на Красную планету отправятся 10 марсоходов. Другого мнения китайские ученые. В этом столетии они планируют отправить на Марс тысячи человек, на всякий случай. Если жизнь на Земле прекратится из-за глобальной катастрофы, выживут только китайцы. Как заметил академик Черток, на Марсе они переждут пару веков, пока не наступят лучшие времена. Потом же китайские марсиане вернутся и дадут начало новой земной цивилизации. Хочу сказать, что американские, российские и всякие прочие проекты марсианских экспедиций по сравнению с этим китайским проектом представляются мелкими любительскими сотрясениями воздуха. Это только один из проектов китайских ученых. Впрочем, время покажет, кому из землян Марс отдаст предпочтение и оправдается ли прогноз академика. Если мы хотим в дальний космос, то каким образом туда двигаться? Вначале посылать разведывательные автоматы, подготавливать какую-то инфраструктуру, автоматами же готовиться постепенно, провогая такие вешки, такие лагеря поддержки, а потом уже идти туда экспедиции. Мы должны учитывать все рода войск, которые сейчас наиболее эффективны, которые дадут эффект, которые позволят принять более правильное, более разумное решение на следующем этапе. Космонавты в этих родах войск кто? Пушечные ли мы мясо? Я хочу так сказать, космонавты должны приходить на новую территорию так, чтобы там оставаться навсегда. Спасибо, потому что... Если мы поднимаем наш флаг нашими космонавтами, там после этого должна только развиваться, расширяться наша база. Я вас умышленно на такой вот разговор, потому что я тоже считаю, на парусных судах нечего ходить сегодня. Мы люди разумные. И мы действительно... Первый этап – это этап автоматов. Второй этап – это этап роботов. А вот человек должен прийти уже на подготовленную почву. И я хочу сказать, что это в значительной степени, Федор Николаевич, ведь так и создавалась космонавтика нашей страны на самом-то деле. Вспомним нашу лунную программу, которая в конечном итоге должна была вылиться в постоянно действующую обитаемую станцию на Луне. Фактически создавая вот ту лунную программу и двигаясь последовательно шаг за шагом, мы первое получили результаты мирового уровня, который до сих пор никто не превысил. Мы возвратили грунт с Луной автоматами. И у нас были луноходы, которые двигались по поверхности Луны тоже автоматами. Вспомним, какие эти годы были. Да, как автоматы. Первое. И второе. Ведь мы до сих пор используем те достижения лунной программы в наших современных космических полетах. Наверное, сегодня, с позиции сегодняшних технологий, человеку рано лететь на Марс. Не должно быть повторения Луны. Человек больше 40 лет, его нога не ступала на Луну уже. Были шесть экспедиций, и все, мы остановились. Не должно быть повторения такой ошибки именно в исследовании Марса. Человек, правильно вы сказали, должен прийти туда раз и навсегда. Через 529 увидимся. Все, держись. Давайте. Ублажь, бандаля, бандаля, бандаля. Вот так все начиналось полтора года назад. Торжественные проводы международного экипажа. Трое русских, итальянец, француз и китаец отправлялись в наземный полет к загадочной Красной планете. Самое, мне кажется, важное то, что здесь моделируется по-настоящему полет человека к Марсу. Деятельность человека на планете. На самом деле уникальный эксперимент Марс-500 состоял из трех частей. Первая, продолжительностью всего 14 дней, стартовала в ноябре 2007-го. В распоряжении экипажа тогда было всего два модуля – медицинский и жилой. Вот моя каюта, борт инженера, энергия. Марсианские модули выдержали испытания на прочность. Первый экипаж проработал две недели и даже справился с аварийными ситуациями – отключением регенерации воды и воздуха. Второй этап эксперимента – целых четыре месяца. Теперь это был уже экзамен для экипажа. Психологи тщательно подбирали испытателей. Из предыдущей команды отбор прошли Сергей Рязанский и Олег Артемьев. Оба – профессиональные космонавты. Сергей – командир корабля. У тебя даже при большой нагруженной программе остается какое-то свободное время, которое дает тебе подумать о том, что реально для тебя ценно снаружи, в нормальной жизни. Почему реально ты скучаешь, чего тебе реально не хватает, и чему бы ты уделил гораздо больше времени, чем ты уделял в суете, в беготне обычной повседневной рутинной жизни. На втором этапе к российским участникам присоединились французский пилот Сирил Фурнье и офицер бундесвера Оливер Кникель. Испытатели не только нашли общий язык, но и подружились. И на вопрос, хотели бы они в такой компании реально полететь к Марсу, Сирил ответил не раздумывая. Обязательно, да, конечно. Да, да, с удовольствием. Второй эксперимент получил совершенно неожиданное и счастливое продолжение. После его окончания сразу трое добровольцев сыграли свадьбы. Первым был француз Сирил Фурнье, который пригласил всех участников эксперимента на бракосочетание в Париж. Началу самого длительного третьего этапа «Марс-500» тоже предшествовала свадьба. Командир экипажа Алексея Сетёва. Я была и рада за него, у меня было двоякое чувство. И, с другой стороны, вот так вот совершенно искренне у меня вопрос был, как же я? После эксперимента «Марс-500» история добровольного заточения во имя науки не завершается. По мнению ученых, необходимо как минимум еще два подобных эксперимента. Один из них, наконец-то, будет с женским экипажем. Игорь Георгиевич, все-таки о программе «Марс-500», вернее, «520 дней», если быть точными, ребята пробыли в этом эксперименте. Это основывается на технологиях космических кораблей сегодняшнего дня. Сколько вы нам ставите с учетом разумного риска? Я бы считал, это мое мнение, не специалист, потому что я не специалист по пилотируемой космонавтике, но вот, исходя из общих соображений, я бы считал, что было бы правильно туда лететь примерно месяц. На «Марсе» нужно, безусловно, иметь уже инфраструктуру пребывания там. Минимум радиационное убежище. Вот если наступит солнечная вспышка, а мы обнаружим, когда наступила солнечная вспышка, и когда вот этот радиационный риск будет слишком велик, то там должно быть радиационное убежище, которое позволит людям там не получить вот эти, так сказать, предельно допустимые дозы, которые в противном случае, безусловно, к сожалению, будут получены. Конечно, это все равно будет, так сказать, серьезнейшая экспедиция, серьезнейший риск, но я думаю, что он должен быть на неком уровне приемлемого, разумного риска. И затем максимально быстрый, вероятно, с предварительным прогнозом солнечной активности, максимально быстрый возврат, который тоже вот хотелось бы в пределах одного месяца. Месяц туда, а как? Сегодня туда это 9 месяцев. Да, есть только один способ, вот примерно в 9 раз увеличить скорость путешествия. То есть это означает, что должны быть созданы новые двигатели с более высокой тягой, для того, чтобы разогнаться, достичь требуемой скорости, и потом затормозиться на подлете к Марсу. Заодно решить проблему искусственной гравитации. Ну, это все-таки торможение и разгон будет короткий промежуток. Должны быть созданы быстрые разгоны и быстрый перелет, в основном из-за радиационных проблем. И уже на поверхности Марса опять, так сказать, у нас наступает сила тяжести. Меньше, чем на Земле, но все-таки это уже среда, в которой человек привычно чувствует вертикаль, и привычно, так сказать, у него работает вся его система, так сказать, организма. В Советском Союзе мы были впереди планеты всей по разработке таких двигателей. А на каких двигателях мы сейчас полетим? Физические принципы те же самые. На чьих? При изменении нашего строя, так сказать, физика не изменилась, поэтому, вероятно, нужно делать такие же двигатели. Я думаю, что нужно делать двигатели самим. Нужно создавать свои хорошие двигатели. Вот мы создали во время советской космонавтики двигатели, на которых сейчас работают, в том числе и ракеты «Атвас», наших друзей, партнеров Соединенных Штатов. Вот нужно создавать такие же двигатели, и нужно выходить на международное сотрудничество, нужно создавать двигатели такого уровня технологий, чтобы на них хотели летать не только мы, но и все остальные. И я думаю, что все-таки хотелось бы вернуть с Марса грунт. Потому что, ну, при всем моем, так сказать, таком уважительном отношении к экспериментам по поиску биологических каких-то факторов автоматами на поверхности Марса, я все-таки думаю, что до тех пор, пока современные, совершенные приборы наземных лабораторий не проведут вот этот доскональный анализ, я все-таки считаю, что посылать туда человеку... А вы считаете, что анализ надо делать на Земле, а не на орбите, например, на международной станции или на какой-нибудь станции? Есть риск привнесения чего-то с Марса? Есть. Есть. Безусловно. И вот если... Я хочу сказать, это вопрос, которого мы совсем не касались, но представьте себе, как все изменится в наших всех представлениях и какие разговоры будут вести люди лет через, там, скажем, 10-15 вот в этой студии, если вдруг на Марсе будут обнаружены признаки марсианской жизни. Мы на Марсе обнаружим первобактерию, которая, как вы говорили, кардинально когда-то изменила жизнь на Марсе, и привнесем ее на Землю. И не дай бог это случится. Вот мы обязательно должны проверить, какие там существуют потенциально возможные биологические формы химических соединений, насколько они совместимы и несовместимы с теми биологическими структурами, из которых мы состоим, из которых состоит земная жизнь. Если сможет МКС взять на себя набор, такую лабораторию, и не довозить до конца этот грунт прямо на нашу голубую планету, давайте это сделаем так. Но мы должны быть точно уверены, что после проведенного этого анализа грунт может быть, пункт первый, и космонавт, который слетает туда и вернется обратно, не принесет нам, не дай бог, чего-нибудь. Первый грунт привезет космонавт или автомат? Я думаю, что первый грунт привезут автоматы. Мы сейчас это достаточно подробно обсуждаем на всяких наших совещаниях, обсуждениях по марсианским программам. Я думаю, что это где-то порядка 10-15 лет характерное время. Вот если мы выбрали стратегическое направление Марс, и если вот эта наша первая разведка, геологическая, биологическая разведка, проходит автоматами, то вот примерно такое время мы можем потратить на создание новых технологий. Параллельно этому мы знаем, что они нам все равно понадобятся, когда мы будем принимать уже решения, каким образом лететь, в каком составе, для каких целей и задач. Ясно, что не нужно ждать, пока автоматы нам все принесут и все исследуют, и только после этого начинать разработку наших будущих экспедиций. Нужно это начинать планомерно, с самого начала. Ну и если угодно, даже, конечно, это уже значительные деньги, это уже не деньги одной автоматической экспедиции, но я думаю, что эти деньги надо распределить грамотно, целесообразно, для того, чтобы понимать, что за 10-15 лет будут созданы вот такие, такие, такие новые технологии. Я думаю, что быстрый перелет – это одна из таких важнейших технологий. Спасибо, что нашли время, посетили нас. Спасибо большое. Спасибо за очень интересный разговор. Мне было очень приятно на эту тему говорить, и я думаю, что очень важно эти вопросы обсуждать. Это «Русский космос». Спасибо за внимание, и с вами был ведущий Федор Юрчихин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова